Привет уважаемые зрители и подписчики канала YouTube Чуча ТВ. Еще 15 лет назад никто даже подумать не мог, что 3D печать станет обыденным делом для многих людей. Но в то же время с ростом популярности 3D принтеров началась эра развития комплектующих, разработка новых технологий, модернизации и экспериментирования с разными материалами для улучшения качества печати. Ведь прогресс не стоит на месте. И сегодня я хочу вам рассказать о этапе развития одного из самых популярных хотендов E3D V6. Перед вами последняя версия такого девайса от компании Mellow Store стоимостью всего лишь 13 долларов. Об этом хотенде я делал уже ранний видео обзор и он все показал просто отлично на 3D принтере Flying Bear Ghost 5. Инженеры подошли к разработке этого механизма очень серьезно. Именно эта модель рассчитана на прямое крепление к BMG фидеру благодаря специальному крепежу. Установлен более мощный вентилятор 30 на 10 с обтекателем, массивный эффективный радиатор, пластиковый фитинг, удлиненное сопло под правильной формой нагревательный блок V6 и конечно же сменные резьбовые термобарьеры, цельнометаллический, интегрированный или под тефлоновую трубку. Особенно актуальным хотенд стал с появлением биметаллических термобарьеров, которые способны работать даже с такими легкими пластиками как PLA. Но с ростом технологий и желанием увеличить скорость печати и качество. Началась борьба за минимизацию объемов и веса девайсов и на смену более громоздкому тяжелому E3D V6 пришел ценнометаллический биметаллический NF Smart CR10 Hotend, который более компактен, имеет меньший вес и объем и за счет биметалла может работать со всеми видами пластиков без исключения. Используется на выбор два вида крепежа под штатный МК-8 или же под БМГ фидер. О нем также я делал видео обзор ранее и по сей день он установлен на моем самосборе CoreXY и при этом работает отлично. Благодаря продуманной конструкции с медной резьбой и интеграции нержавеющей трубки непосредственно в сам радиатор мы избегаем пробок при печати, даже PLA пластиком. И в принципе можно было бы сказать, что это идеальное продолжение E3D V6. Но мало кто знает, что в 2016 году компания NF совместно с Mellow Store начали параллельно с этим девайсом новый проект по созданию нового поколения Hotend с использованием высокотемпературной керамики из аэрокосмической сферы. И буквально несколько месяцев назад они полностью закончили тестирование нового продукта Mellow NF Zone V6 J-Head Hotend, о котором я хочу сегодня вам подробно рассказать и провести ряд очень увлекательных тестирований. Перед вами две версии этого девайса под разные задачи и крепежи. У Bolden версии установлен пластиковый фитинг. Присутствуют крепежные отверстия как у МК-8 на расстоянии 14 миллиметров, а также на выбор три варианта нагревательных блоков алюминий, латунь или медь. А на самом радиаторе стоит два винта M3, которые фиксируют наш керамический термобарьер, что весьма удобно при необходимости быстрого монтажа. Медная резьба улучшает теплообмен и сидит надежно на керамике, которая в свою очередь хорошо отполирована внутри. И с виду вроде простой элемент, но при этом выполняет самую важную роль. И имеет просто космически низкую теплопроводность. Это не обычная керамика. Ее используют в обшивке и двигателях космических кораблей. Кстати, тут используется правильный нагревательный блок V6, у которого нагревательный элемент и термодатчик находятся по разные стороны сопла, а сам нагреватель обжимается со всех сторон блоком. При этом обеспечивается хороший теплообмен. Версия под директ немножко отличается наличием специальной крепежной фитинговой втулки, которая фиксируется на радиаторе с шестигранником. То есть можно отсоединить весь хотенд, не разбирая бмг фидер и вообще директ. И это мега удобно. Я в принципе так и сделал на своем летающем медведе. Также в этой версии присутствует крепежная рамка для вентилятора 3010. Его можно поставить напрямую, но я решил спроектировать еще и дополнительный обтекатель, благодаря которому потоки воздуха будут направлены именно в область радиатора. А за счет правильной угловой геометрии ребер при обдуве теплый воздух будет сдуваться вверх как и положено. Также хочу отметить низкий вес хотенда, всего лишь 26 грамм в сборе и отличную компактность. Да и в целом фрезеровка всей детали, компоновка сделана достаточно качественно. Тестирование этого хотенда решил проводить на flying bear ghost 5, так как по креплению и размерам этот девайс полностью взаимозаменяем с E3DV6 и становится без каких-либо доработок. Первый тест самый простой. Печать вазы в режиме вазы. Пола пластиком. Скорость печати 80 миллиметров в секунду, но по факту 40 миллиметров, так как это внешняя стенка. И как мы видим хотенд справился без проблем с этой простой задачей. Качество самой вазы получилось весьма хорошо. Слои уложились ровно и без дефектов. Поэтому переходим к более сложной геометрии. В том же режиме вазы. Но в этот раз напечатаем фигуру девушки. И тут тоже никаких проблем не возникло. И это логично, ведь отката у нас в таком формате печати совсем нет. Керамика отлично справляется с легкоплавким ПЛА. Результатом остался доволен. А теперь задача посложнее. Калибровочный куб XYZ, в котором присутствуют откаты 2 миллиметров и скорость отката в 30 миллиметров в секунду. Это достаточно показательный тест, как кихотенда, обдува, так и механики в целом. Но даже тут мы получили очень достойный результат. Все грани ровные, гладкие, полузеркальные. Буквы пропечатались четко без наплывов и подтеков. Прекрасный результат, учитывая то, что это самый дешевый полуопластик в нашей стране. Ради эксперимента решил пустить на печать корабли к бенче в масштабе 60% от реальной величины, из пластика АБС. Заодно проверить, как поведет себя хотенд в условиях работы пассивной термокамеры. И на мое удивление, качество печати не подвело. Геометрия корабля полностью в норме. Достаточно гладкая корма, нависающий без оплавления. Отверстия и надписи пропечатались хорошо, несмотря на малый размер и большую температуру. А теперь, друзья, супер тест, которого многие из вас так долго ждали. Печать коричневым ПЛА пластиков аэрокосмическим термобарьером без обдува радиатора. В процессе тестирования будем замерять температуру радиатора термопарой у основания барьера. Но, как вы уже заметили, для чистоты эксперимента я снял полностью вентилятор обдува радиатора, а оставил только обдув детали, чтобы наш кораблик бенча в масштабе всего лишь 50% не оплавился. Уж очень маленькая деталь. Эта модель является показательной, ведь в ней присутствуют и нависающие, и тоткостенные элементы, и самое главное, огромное количество ретрактов, которые в нашем случае составляют 2 мм. Также хочу отметить, что обдув отключен у нас с первых минут печати. И как долго сможет печатать наш хотенд в таком режиме, смотрите сами. Видео я решил не резать, чтобы не плодить споры и сомнения, поэтому немного ускорю его для экономии вашего времени. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok